Ко дню Европы был приурочен и старт первой в этом сезоне парусной регаты в Черноморском яхт-клубе. Парусный спорт для Одессы – одна из визитных карточек города. Сегодня под парусами в море вышли лучшие капитаны морских яхт. Все участники регаты – одесситы. В рамках регаты предусмотрена одиночная гонка капитанов и командная гонка на яхтах класса Плату-25. Весна была холодной и долго мы готовили яхты из-за этого. Эта регата приурочена Дням Европы в Украине и участвует в регате порядка 45 человек и 11 яхт. И что интересно, в рамках этой регаты у нас еще проходит гонка капитанов, где принимает участие только один человек на борту яхты. В одиночной гонке 11 капитанов должны преодолеть около 40 километров в море. Это очень интересный экспириенс. Дело в том, что капитан – это такая должность, которая должна уметь все. Все операции на лодке, которые выполняет команда, они должны быть в эксперименте капитана. Поэтому такие гонки одиночные, они полезны с точки зрения продумывания мельчайших деталей того, что должен сделать. Из-за затянувшихся холодов и решения административных вопросов только к середине мая удалось открыть сезон. Часть лодок была спущена на воду только пару недель назад. Не все яхтсмены еще успели подготовить их к новому сезону. Однако на следующей неделе, когда будет проходить первый этап Кубка Одесского гоночного яхт-клуба, количество участников увеличится. К тому же к соревнованиям подключатся и киевские спортсмены. Открытие яхт-клуба, открытие навигасы, но мы вовремя все успели сделать. Хорошо, что власти пошли навстречу. Это и морская администрация, и регистр, и пограничники. И в общем-то яхт-клуб уже сейчас работает в полном режиме. Настройка мачт и подготовка парусов – обязательные мероприятия перед выходом в море. Погода в субботу – солнечная. Южный бриз способствовал старту гонок вовремя. Без хорошего настроя никто в море не выходит. Конечно, все помнят, что в первую очередь это безопасность, а второе – это уже результат. Поэтому самое главное – это то, что мы идем в море, а остальное к нам уже приложится. Большинство капитанов, которые участвуют в субботней гонке, имеют большой опыт хождения под парусом на дальние расстояния. Однако и для них управление яхтой в одиночном режиме – это новый опыт и проверка собственных сил на прочность. Яхты, которые участвуют в субботу в гонке одиночек, не предназначены только для одного капитана. Поэтому это настоящий вызов для участников регаты. Это первая одиночная гонка, имеется в виду на крейсерских. Есть же классы яхт, которые изначально одиночные. Там ситуация понятна. Здесь осложняется ситуация тем, что расстояния большие, лодка большая, расстояния большие. И, в общем-то, приходится перемещаться. Это крейсерский вид, который предназначен именно для работы команды. Безопасность на море – крайне важный фактор, особенно в одиночных гонках. Постоянное нахождение в спасательных жилетах – это обязательное условие для всех участников. Конечно же, это спасательный плот, это спасательные круги-подковы, которые есть в ближайшей доступности. Есть средства связи, например, этот жилет оснащен специальным маячком, который при попадании в воду сразу сигнализирует на радиочастоте спасательным службам. И службам, которые обеспечивают соревнования, и на экранах их навигационных систем сразу сигнализируется об опасности, которая подстерегает участникам. Любое неправильное движение на яхте может привести либо к травмам, либо к потере результата, либо же к неэффективным действиям во время прохождения дистанции. Это желтенькая такая штучка, при помощи которой участник пристегивается, чтобы не выпасть за борт. Безусловно, когда идет командная гонка и условия сложные, то вся команда находится в таких филетах, и друг за другом люди наблюдают, команда наблюдает для того, чтобы дистанцию проходить максимально безопасно. Развитие и популяризация парусного спорта актуальны не только за рубежом, но и в Украине, и особенно в Одессе. Потому как морская столица имеет все возможности для того, чтобы развивать и воспитывать новые поколения яхтсменов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова